Добрейшего здоровья всем, ребят! Меня зовут Александр, у меня сахарный диабет первого типа уже более 30 лет, и несколько недель назад мне сделали пересадку почки. И поскольку теперь микробы, которые раньше я, в общем-то, и не замечал, стали для меня злейшими врагами, я приобрел себе вот такую вот лампу. Она сделана для всей семьи, ей можно не только обеззараживать, скажем, комнату, но можно очень много болезней ей вылечить. И давайте, в общем-то, мы сейчас ее распечатаем и разберем вообще, как она работает и что в ней есть. Вот такой вот чемоданчик, ну он с ручкой, из такого брезентного материала. Водонепроницаемый, это точно. Кстати, в нем можно что-нибудь потом еще и другое носить. Ну давайте, ладно, откроем. Он открывается по кругу, где тут молния, и посмотрим, что же там у нас есть. Вот, это непосредственно сама лампа, ну и всякие прибамбасы к ней, я их так называю, видите, есть даже очки. Давайте сейчас все выложим, и я вам покажу все, что здесь у нас идет вместе с этой лампой. Я, кстати, почитал инструкции, там тоже есть инструкция, ну я имею в виду, есть инструкции, можно почитать, все нормально. Вот, давайте вот это вот отложим. Инструкции, там паспорт есть, гарантия, да, это все, ну, российское, все на русском языке. Вообще, почитал инструкции, знаете, очень много болезней вот эта вот лампа лечит, сколько там написано, начиная, наверное, от банального насморка и заканчивая, там, я не знаю, там, чуть ли не венерическими заболеваниями. Ну, даже я там читал, даже-то есть что-то такое. Вот, давайте этот чехол уберем. Лампа, она такая, знаете, не тяжелая, вещь, наверное, около килограмма. Вот, подставка железная, сама она тоже, ну, из такого, из жести какой-то сделала, ну, металлическая. Вот, вот эти вот крутилочки можно вверх-вниз ее, да, как-то направлять. Давайте вот сейчас вот направим вот так вот, вот, хопа, вот прям на вас. Вот, и шнур для розетки тоже, наверное, ну, метра полтора-два. Вот, что при помощи этой лампы делается? Ну, я ее взял, чтобы мне убивать микробы, в общем-то, в комнате, потому что пересаженная почка. Я ее включаю где-то каждый день, минут на 15-20, и ухожу из комнаты. Ну, это как бы кварц, да, это вредно для здоровья. Просто надо уходить из комнаты, чтобы комната обеззараживалась. Потом где-то еще 2-3 минуты я захожу, выключаю ее из розетки, проветриваю комнату, ну, открываю окно, и все потом. Я ее убираю и до следующего дня. Я не в определенный момент, я, допустим, могу утром, да, там, пока там готовлю завтрак на кухне, пока умываюсь, там, или пока куда-нибудь пойду. Ну, в общем-то, каждый день по 15-20 минут я вот, так сказать, прохожу вот этой вот лампой обеззараживающей свою комнату обрабатываю. Помимо того, что она обеззараживает воздух, при помощи нее еще можно лечить много всяких разных заболеваний у человека. У детей можно лечить, у взрослых, ну, неважно. Я думаю, даже можно у животных лечить. Ну, у животных, наверное, это будет сложновато. И поэтому здесь есть, давайте вот сейчас мы ее вот так вот поднимем вверх, чтобы вам было видно. Вот так вот, вот, даже вот так вот, вот, чтобы вам было видно. И есть всякие, отставим ее вот так вот, всякие насадки, вот такие вот, консообразные насадки. Вот еще есть такая и есть такая. Три штуки. Насадки, они, как бы, ну, назовем их универсальные, что ли, так, да? Ну, нет, я имею в виду, что, допустим, не вот эта вот насадка используется для чего-то одного. Каждую насадку можно использовать для того, для чего они вам подходят. Ну, это я так понял из инструкции, потому что описаний каждой насадки там нету. И есть очки. Есть очки вот такие вот, это защищать глаза, потому что кварц, ну, вредно для глаз. Если будешь, допустим, делать ингаляцию себе, да, или там лечить насморк, то обязательно нужно одевать эти очки. Ну, очки запечатанные, я их пока, в общем-то, пока еще не использовал. Но они, в общем-то, мне и не нужны. И мне и вот эти вещи, в общем-то, я надеюсь, что не пригодятся. Но, как говорится, все может быть. И вот здесь вот есть такие две, ну, такие две насечки, что ли, я не знаю как. И здесь есть. Берем, вставляем, вот так вот поворачиваем. Вот, все, она крепится. И, допустим, ну, вот непосредственно вот это можно делать ингаляцию, скажем, там, горла, да. Берете, просто дышите вот этим вот воздухом, я не знаю как, кварцем. Хотя у меня, знаете, запалось какое-то странное сомнение запало, потому что если надо уходить из комнаты, когда кварцируется, скажем, комната, то здесь непосредственно нужно это вдыхать. Как-то, я не знаю, противоречит друг другу. Хотя, если почитать точную инструкцию, может быть, там какие-то другие показания есть, и не обязательно вдыхать это, или, может быть, надо находиться на каком-то другом расстоянии, или еще что-то. Но инструкция довольно-таки подробная, довольно-таки там много болезней объяснено. Я посмотрел, там, ну, очень много при помощи этой лампы можно делать. И стоит, кстати, она относительно недорого для такой лампы. Ну, как недорого? Две четыреста. Ну, я считаю, что здоровье дороже. Вот, разные, видите, есть такой срез, есть такой вот, это можно, не знаю, в ухо куда-нибудь засунуть, это еще куда-нибудь можно засунуть, и вот прямой такой. Вот, здесь они все одинаковые. Вот, что здесь, что здесь, что здесь. Так что я пользуюсь вот такой вот лампой. Если вам пересадили почку, или вы часто болеете, или ваши дети болеете, или просто вы, я не знаю, хотите чистить от микробов свою комнату, там, ваш гараж, я не знаю, кухню, квартиру, дом, то можете приобрести такую лампу, продается она в аптеках, на всяких магазинах здоровья, там, знаете, есть. В общем-то, найти ее несложно, я думаю, в вашем городе такие лампы обязательно есть. Ну, и давайте я вам напоследок покажу, как она работает. Смотрите, аккуратнее, не ослепните. Сейчас я ее буду включать. Вот она вот так вот светит, да, конечно, она начинает немного гудеть, все, и потом перестает. И потом она разгорается, разгорается, в общем-то, и дает вот такой вот, скажем, неоновый свет. Ну, давайте выключим, а то вдруг сейчас волосы оставшиеся выпадут. И идет такой характерный запах. Все, конечно, лампа нагревается, потом, когда ее выключаешь, никакого выключателя нету, просто из розетки. И где-то, ну, 5 минут она остывает, ее уже можно брать в руки и, ну, там, убирать в коробку или куда-то ставить, где она у вас хранится. Когда я лежал в больнице, я в инстаграме показывал, что приобрел такую лампу, ну, что по моей просьбе приобрели мне такую лампу. Вот, так что, если вы хотите первые узнавать новости обо мне, о моем канале, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Также вступайте в мою группу ВКонтакте, добавляйтесь ко мне в друзья ВКонтакте. Если у вас возникли какие-либо вопросы по сахарному диабету, по гемодиализу, по трансплантации почки, или еще какие-нибудь либо вопросы по инсулину, по инсулиновой помпе, по шприц-ручкам, обязательно меня спрашивайте или пишите в инстаграм в директ, или в личные сообщения ВКонтакте, я вам обязательно отвечу. А также ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, рассказывайте об этом канале своим друзьям и ждите новых видео. А с вами был канал Сахарный диабет. Вся правда. Меня зовут Александр. Здоровья вам и вашим близким. До новых встреч.